Всем привет, это подкаст UwebDesign. Сегодня 21 сентября 2015 года, время 20 минут 9 по Челябинску, выпуск номер 52. Всем привет. Сегодняшние громкие темы. Конец адаптивного дизайна. Скайп недоступен по всему миру. Аппстор Эппловский впервые взломан. Погнали. Вирус в каждом вашем телефоне. Погнали. Да, но громче этих тем может быть только тема, громче которой еще не видал, переиначив классика. Поэтому да, послушаем. Давай. Для товара-услуги в подразделе «Безлимитный хостинг» нужно нажать на кнопку «Заказать». В поле промокод ввести UwebDesign 50% 6M Unlim и указать какой-нибудь период оплаты. Ты сегодня будешь какие-то дополнительные слова говорить за наш провайдер-хостинг? Нет, за них не буду, но я сегодня тебе предлагаю начать с обсуждения обойки до громких тем. Так. Это вот впервые я использовал обойку не с сайта unsplash.com. Нас регулярно спрашивают в комментариях, откуда мы берем обои. Вот оттуда и берем. unsplash.com. А на этот раз, я даже не помню ссылку на сайт, она у меня есть в закладках, это вот что бы ты подумал у нас на картинке? Я бы подумал, что это тупо пустыня и там тупо проехали маленько. Это следы арматы в Сирии, которые уже отправили туда, да? Нет, на самом деле это Марс, и я так понимаю, это следы марсохода Curiosity. А что у него такие здоровые эти длинные шины, в смысле не длинные, а широкие? Ну, мы же не знаем масштаб. Может быть здесь человеческий палец, он вот больше, чем... Черт, не могу понять. Больше, чем вот такой большой курсор просто будет, и все. Ага, ну может быть, да. Ну, как бы в любом случае, может быть здесь там 20 сантиметров. Не как нам кажется отсюда метр там, и так далее. На Марсе все камни, на самом деле, они такие маленькие и вообще... Ну да, я в следующий раз, когда буду на Марсе, посмотрю, как там. Да, кстати, наш выпуск сегодня, ты бы мог подумать о юбилейной. Спрашиваешь, почему 52 выпуск юбилейный? Ну-ка. Потому что 52 недели в году. Это ровно мы год в эфире, если вот без перерывов считать. А, я думал 52 минус 2 поделить на 2, и тогда будет 25. По марсовскому календарю это как раз юбилей. Нет, просто 52 недели в году реально, и мы вот ура в эфире целый год. То есть год, да? Если не считать там пары-тройки перерывов, которые у нас случались, незапланированные. То есть год чистого? Год чистого времени, да. Так что поздравляйте нас в комментариях, присылайте деньги, цветы, подарки. Цветы, просто ж мы с цветами, как Басков. Да, вот именно, и как Киркоров. Ладно, переходим к темам, а то наши слушатели, уважаемые, уже заждались. И самая первая и громкая тема, это конец адаптивного дизайна. Как ты мог подумать, все громкие темы у нас на блоге Adobe Dreamweaver происходят? Ну вот я замечаю, стал замечать. Да, и они просто реально стали блогом этим заниматься. Вот шутки шутками, а крутых авторов приглашают. Вот Сару Су Айедан нам вот постоянно пишут там в комментариях на ВК, как правильно произносится ее фамилия. Я до сих пор не запомнил. Ее пригласили здесь регулярно публиковаться. И она, причем, эти статьи только тут публикует, даже на своем личном сайте. Она только ссылки на них дает. Типа, я вот написал про крутую хрень, но вы идите и почитайте вот там-то. Офигеть. Да, то есть вот так вот. Ну и да, статья так называется громко, типа, неужели адаптивный дизайн – это конец игры для веб-дизайна? И вот такая картиночка, что из всех сайтов только 11-12% ныне адаптивные. Несмотря на то, что этому тренду уже много лет, как бы на самом деле, ну он такой, уже шагает по планете. Уже тухнет, я бы сказал. Да, уже что-то поновее хочется, а все еще с этим не разобрались. Кэрол Кэй написала эту статью, мне просто интересно, если здесь… Так Старо Суидан или Кэрол Кэй все-таки? Нет, я имею в виду, у них на блоге много авторов, в том числе она. Она как громкий автор, а Кэрол Кэй – это какой-то вот хрен пойми кто. Но он основатель newinternetorder.com. Хорошо. Ни много, ни мало. Ну так вот, он пишет о том, что я типа все еще помню времена, что когда вот, ну как бы стояла цель сделать современный сайт, достаточно было добиться, чтобы он круто выглядел на 1024 пикселя экране. То есть на вот этих квадратных Acer'ах 14-дюймовых, 15-дюймовых, которые везде там в институтах, в офисах стояли. И на самом деле, типа, тогда еще, ну, viewport не прописывали в HTML, то есть реально, просто если у тебя браузер был такой шириной, то все было нормально. Если бы больше не страшно, просто контейнер был отцентрирован, и вокруг какую-нибудь картинку ставили, этим многие пользовались, и рекламу там какую-то делали по бокам и так далее. Картинка заканчивалась, вот это там. Ну, это да, да, если ты, не дай бог, Full HD монитор, в те времена, когда картинка заканчивалась, и там какой-нибудь белый просто цвет оставался. Да, не дай бог. Да, ну, так бывает. Вот он пишет, типа, а что такое на самом деле вот адаптивный дизайн, и сколько сейчас сайтов его, так скажем, внедрили? Вот топ 100 тысяч веб-сайтов только 11-12%, то есть вот это 11-12%, если мы берем вот этот вот весь пирог, это топ 100 тысяч посещаемых сайтов. Среди топ 100 посещаемых сайтов процент ниже, 10,5 всего лишь. То есть вот среди самых топовых, типа там Google, Alexa, Amazon, вот только 10,5% адаптивные. Я так понимаю, потому что там какие-нибудь новостные агентства, возможно, что-нибудь такое. Я вот топ 100 сайтов, честно говоря, не смотрел, и я даже не знаю, по какой именно метрике они смотрели. Не, подождите, подождите. А если там из них все остальные проценты, это с приложениями, чуваки? Ну, сайты с приложками. Нет, а вот для данной статистики не имеет значения. Ну, дескать, как бы приложку ты можешь делать какую угодно, а сайт тоже изволит сделать адаптивным. Так. Во-первых, как бы гугловский алгоритм Mobile Get Done не дремлет. А во-вторых, ну, просто как-то для солидности. Ну и вот он пишет, что на самом деле просто неочевидные результаты, зачем в это вкладываться, в том смысле, что именно денежные результаты. И он сразу же опровергает это, приводя ссылки на статью «How to design a mobile website that converts». И там говорили про компанию O'Neill Clothing для одежды, которая увеличив, точнее не увеличив, сделав мобильный сайт, увеличивая свои продажи на 101%. Вот здесь он ручечкой нам нарисовал, что 101% — это в два раза. Угу, так. И он предпочитает думать, что это не единственный кейс. То есть большинство компаний, которые это внедрили, они, то есть вот 62% компаний, которые внедрили адаптивный дизайн, увеличили свои продажи. Но типа для многих это по-прежнему не, так скажем, не причина вкладываться, потому что, ну, как бы, чем дороже проект, тем вложения в это дело они больше оказываются. То есть все понимают, что адаптивный дизайн иногда реализовать значительно сложнее, чем отдельное мобильное, ну, даже не столько отдельное мобильное приложение, сколько отдельный сайт. Мы с тобой, кажется, это обсуждали пару-тройку выпусков назад, как эволюционирует. Угу. А, это что-то из вопросов у нас было, как эволюционирует именно... Черт, я запутался. Как эволюционирует проект по мобильности? То есть сначала у него делают адаптивный сайт, потом трафик настолько растет, что и настолько его начинает экономить, что делают мобильную версию, там, m.dns.ru, без рекламы. Просто я первое еще вспомню, где реально мобильная версия сайта, и там тупо текстовые ссылочки, практически ничего более. И потом уже уходит в приложение, если нагрузки еще больше растут, и приложение вообще на каком-нибудь отдельном сервере крутится, как бы, и все хорошо. Ну, он говорит, что такое адаптивный дизайн в 2015 году? Это тот дизайн, который отвечает на любое разрешение экрана. Ну, и он здесь разделяет. Естественно, можно делать это умно, можно делать тупо. То есть если просто сделать, чтобы все перестраивалось, то это тупо, потому что большая часть контента, она нам не нужна на мобильных экранах. То есть здесь самое главное, этот контент убрать, там, допустим, ну, типа, представьте, вот тут он пишет, вот вы мобильный посетитель, вы не хотите сквозь 3000 слов скроллить по вертикали, вам нужна только самое, нужно только самое главное. И в этом и заключается главный вызов адаптивного дизайна. Вот он делает, как его сделать умным? Ну, во-первых, Adobe Dreamweaver используют. Вот кроме шуток, они умудряются вот в этих типа крутых статьях пиарить еще и свои программные продукты, да. Ну, он говорит, во-первых, убедитесь, что обычная адаптивность работает, типа, там, менюшки, туда-сюда, весь контент, бла-бла-бла. И после этого убедитесь, что вы делаете не мобайл-фест, а контент-фест, вот видишь здесь. То есть большую часть контента при возможности даже на сервере не отдаваете. То есть там с помощью PHP или языка, какого вы используете, снифить, с какого устройства юзер заходит, и просто большую часть контента ему даже не отправлять. Отправлять только самое основное. И таким образом можно добиться и продуктивности, и увеличения продаж и так далее. Ну и, естественно, именно в конце статьи почему-то написано, с чего стоит начать. С Dreamweaver, конечно. Да, во-первых, с Dreamweaver, во-вторых, со шрифтов из типографики. То есть очевидно, что некоторые шрифты работают на больших экранах, но не работают на маленьких, становятся очень широкими и так далее. Мы это наглядно видим в iOS-устройствах. Начиная с iOS 7 использовалась или с iOS 6 даже гельветика. До этого Lucida Granda был. И с приходом Apple Watch гельветика стала слишком широким шрифтом, ввели шрифт в Сан-Франциско. То есть вот здесь именно об этом. Если вы адаптивность своего сайта задумываете, у вас какой-нибудь широкий шрифт типа гельветики или прокси-мановый, но у него реально буквы А, О, они прям, ну они широкие, по сравнению, например, с буквой Ай. Хотя казалось бы, да? А что нам, кстати, Typekit тут не рекламируют? Не знаю, видимо, у них отдельные какие-то подразделения этим занимаются. И на блоге Dreamweaver есть команда пиарить только Dreamweaver. А в Dreamweaver, может, ты зайдешь, там уже у тебя вкладка шрифты вообще дизейбленная-то по дефолту, пока ты Typekit не платил. Там все за деньги, да? Да, то есть вывод, делайте правильный адаптивный дизайн. Вот с таким вот громким заголовком они нам этот вывод донесли, но... Ну да, кстати, если так вот страшно же, что всего 13% или сколько там, да? Получается, респонсионных. Да, да, да. Адаптивных, хорошо. То есть на самом деле он пишет, типа, что же нам делать-то? Или улучшать уже готовый адаптивный дизайн в наших проектах, или пытаться улучшить весь остальной веб, чтобы вот эти 88% сожрать. Ну, он, кстати, пишет, что несмотря на то, что мы вот делаем про экраны это все, такие носительные устройства, там как Apple Watch, Android Wear, все еще не имеют никаких браузеров нормальных, поэтому делать сайты для них пока не нужно, то есть это все еще какой-то шаг впереди у нас есть, про адаптирование контента для таких маленьких устройств, но вот он не знает, куда это зайдет. Двигаемся дальше. Давай. А следующее у нас, я так понимаю, блок... Блок... Бизнес-блок, так его назовем. Бизнес-блок. Да, бизнес-блок. Начнем не с такой громкой темы, а с обычной такой темки про наши советские... Ватная темка, я бы даже так сказал. Про наши советские шампанские. Короче, про нашу разработку Yota Phone, которая компания Yota нам представила давно уже, и сейчас уже вторая модель, как я понимаю, да, вторая версия, там уже трубки. Она уже год как вторая версия. Отгремела. Я, на самом деле, тебя прерву на секундочку, расскажу, что вот сколько был на этом сайте, не знал, что если навести на дорожный знак, то он уменьшается вот так плавненько. Вау, что-то, SVG? Я, кстати, не знаю насчет SVG, давай посмотрим, раз у нас здесь... Минутка линча. Интерактива? Нет, это имг, он просто... А, хотя нет, ну там внутри SVG, то есть SVG подключенный через имг. Ну, нормально, он в любом случае чётенький и хорошенький. Чётенький-то да. И по наведению, я так понимаю, трансформом просто скейл. А у них вот есть мобильный сайт, интересно? Мобильная версия сайта. Давай сейчас посмотрим. Я практически уверен, что есть. И я даже сейчас продемонстрирую. Я вот сейчас смотрю, и мне кажется, нет у них. Я просто, у меня руки не хватит это сделать, я всё-таки вот так с УЗИ... Вот и нашли один из сайтов в топ-100, у которого... Ну, подожди, давай сделаем пользовательский агент iPhone. И он, видишь, редиректит всё-таки на m.ru. Ну, понятно, если с телефона заходишь. И тут-то уже и гамбургер-меню, про которое речь пойдёт ещё. И вообще, то есть, ну, тут у них всё более или менее. У них как раз, видимо, у них достаточное количество трафика для того, чтобы его разделять для мобильной версии и для обычной версии. И поэтому не будем спешить как-то на них быдлить, наговаривать, да. То есть, кстати говоря, картинка заканчивается. Ну, просто, чтобы как бы понять, что это не изжито всё ещё. Ладно, переходим к теме. Так вот, короче говоря, йотафон решили производить в Китае, и он подешевеет на 30%. Вот такая. Такой заголовок нам представили. В общем, раньше йотафоны делали в Сингапуре именно само железо, да? А сейчас будут делать на ZTE на китайском. Причём ZTE же, оно же как-то громко звучало. Я где-то слышал уже, помню. А, по-моему, Гоблин же рассказывал самые дешёвые трубки, хорошие самые, помнишь? Нет, он тогда говорил про High Screen фирмы. А, High Screen, да? И это тоже русская фирма, как это ни странно. Ну, ZTE это просто один из топовых китайских вендоров трубок сейчас, после Huawei. Да, после Huawei всё правильно. Вот, поэтому думаю, что будет дешеветь на 30%. И мы посмотрели цены, да? Ты говоришь, что были цены 45 тысяч, а стали 30 тысяч. После первых повышений декабрьских, конца 2014 года, была реально 45 цена. Вот. Сейчас Никита посмотрел, от 30-ки идёт. Но я сейчас внимательно прочитал новость, поможет снизить стоимость. То есть реально поможет. И дата новости 15 сентября, нынче у нас 21-я. Я думаю, ещё не помогло. И тут, скорее всего, видишь, следующую модель планируют выпустить в первом квартале 2016 года. Будем обсуждать презентацию, смотреть, ждать, надеяться. Покупать, возможно. Да, первая партия может составить аж 100 тысяч устройств. Не, а представляешь, если это подешевеет, будет 20 тысяч стоить? Так нет, скорее всего, просто новая трубка будет уже дешевле. Но, блин, она будет так дешевле, что она всё равно 40 тысяч будет стоить. Ну, посмотрим. Обещают на 30% снизить. То есть, предположительно, новинка в первом квартале 2016 года будет 20-ку стоить. Блин, а вот это на андроиде-то взять на вот этом? На лолипопе или как там, киткате? Сейчас уже, по-моему, на М как-то он называется. Молипоп? Андроид? Маткат? Маткат, представляешь? Да. Там сейчас двумя экранами трубка, там как надо всё. То есть, если хочешь быть настоящим Тимати, то покупай. Или настоящим Кандыровым. Что более престижно, на мой личный взгляд? Кандыровым. Это как Кандылайк? Маршмэллоу. Маршмэллоу 5-1 называется. Ну вот, да. Точнее, или не 5-1, а 6-1. Да, это уже 6-0. Ё-моё, я отстал. 5 как раз лолипоп был. Да, потому что, видишь, отличающихся от лолипоп. Лолипоп был 5-й. И M-маршмэллоу. То есть, они по первой букве называют. А есть уже первая буква цифры 7? Пока нет. Есть, да, нет, нет, пока нету. То есть, у них ещё, видимо, не скоро это. Ладно, Маршмэллоу. Ну, посмотрим, как будет это по деньгам, на самом деле. Мы обязательно обсудим. И прям... А, так вот тут, собственно, вот, смотри. Здесь есть, типа, ссылка на Коммерсант. И там как раз написано, видишь, достигавший в конце прошлого года почти 40 тысяч рублей. То есть, я-то правильно помню. Ну да. Ну всё. Ну да. Больше никаких подробностей нет. А теперь громкая тема на сегодняшний день. Если вы, допустим, смотрите это через неделю, то я не знаю, насколько это будет актуально для вас. Хотя вдруг актуально, представляешь? Даже вот страшно представить. В общем, у Скайпа сегодня ничего не работало. На самом деле, то, что написано, Скайп недоступен по всему миру. Я так понимаю, у всех разного рода проблемы. Из-за того, что, типа, никто не коннектится... Это лечится, что у всех разного рода проблемы. Из-за того, что не коннектится Скайп, то есть он там именно с сервером авторизации какая-то проблема, да? Да-да-да. Если у тебя было Зойдина в тот момент, то работает peer-to-peer. Это значит, я проведу аналогию, когда рутрекер упал, но если у тебя есть раздачи рутрекеровские, то ты их свободно раздаешь туда-сюда к чувакам. То есть коннект между людьми есть, а коннекта между сервером и людьми нету. Поэтому кажется, что все оффлайн, но сообщения можно отправлять, принимать. Мне нравятся фразы, в отдельных офисах люди вынуждены приступили к работе. Перестали переписываться в Скайпе. Я так понимаю, кто-то мог или никто не мог звонить? На счет звонков не знаю, но сообщения доходят. Сообщения доходят, да, доходили, все нормально, все-все-все-все. И я так понимаю, через веб-версию тоже все нормально. Ну вот там написано, типа, апдейт, что обновлено. Да-да-да, можно принимать и отправлять сообщения, именно сообщения. Видишь, здесь про звонки не сказано, через браузерную версию мессенджера. А что, можно, да, по веб этому звонить прям? Да, я пробовал. То есть как Firefox Hello? Ну, да нет, ну Скайп и Скайп. Вообще, ну как бы, из-за того, что в браузере, да, как Firefox Hello, но Experience обычный Скайповый. И мне, знаешь, что из этой всей новости больше всего поразило? Не то, что Скайп упал, а то, что ребята из Скайп вообще не ведут никак Твиттер. То есть они хреново его ведут. Они вот только недавно, несколько часов назад, ты можешь даже перейти, написали, что чуваки, мы фиксим, там, и т.д. и т.п. И когда кипиш начался, они ничего не писали, они сидели и балдели. У них 19 сентября. 23 минут назад. А, вот они нашли только еще проблему. И типа вот у них latest info. Heartbeat.skype.com Это, видимо, их какой-то очень молниеносный блог. То есть Heartbeat, это же пульс. Типа ты руку на пульсе держишь, тут нормальный пульс. Последний раз 13 августа был до сегодняшнего дня. Пульс-то пульсирует. Видишь, да, и все замечания, все issue, проблемы были именно с обновлением статуса онлайн-офлайн и со звонками. То есть сообщения все это время работали. Просто казалось, что человек оффлайн, и писать ему как-то не очень. Неохота было, да. Ну, короче, вот такое, я не знаю, вот насколько такие вообще действия могут привести к тому, что ребята уйдут со скайпа и начнут пользоваться какой-то другой штукой. И вообще уйдут с продуктами. Вот не дай бог хотя бы второй раз повториться, точно все задумываются. Ну, кстати, да. Вот первый раз, может быть, как-то еще простят, но вот... У нас вот, когда ювебдизайн упал, нам простили, как ты думаешь? Не знаю даже. Ищите в комментариях, простили вы нам, или уже не пишите, и мы все поймем. Ну, давай, короче, следующая новость. Кстати, Skype for Business, у кого была подписка, их не коснулась. Это, возможно, вирусная реклама Skype for Business. О, кстати, да. Причем, я тебе так скажу, я сейчас вот микрофон уберу, двумя руками найду статью. Здесь нигде не сказана причина. Но я тебе сейчас скажу, на каком ресурсе эту причину сказали. Ну, давай, находи. Но вообще-вообще... Вообще-вообще... А, понятно. На нашем любимом есть. Skype назвал причину глобального сбоя. Причиной глобального сгоя в работе... Сгое. А, причиной глобального гоя в работе мессенджера Skype стала ошибка в механизме входа в учетную запись. Завели, представьте, Skype на своем официальном сайте. Мы сейчас только что были на официальном сайте, и нету инфы. Но Russia Today смогли найти эту инфу. А мы не на официальном, мы были на Heartbeat. А, ну, может быть, может быть. Заминированный автомобиль взорвался у президентского дворца в Сомали. Давай вот эти будем читать новости. Мне эти как-то больше нравятся. Короче, следующая новость про ВК. Представьте, и про ФБ. Неожиданно. ФБ, ФСБ? Не, опять. Уйди с Russia RT. Да, да, ладно, уходим. Фейсбук и Инстаграм блокируют ссылки на ВК, принудительно проверяя компьютер на наличие видоносного ПО. Вообще, вообще. Тоже сегодняшняя новость. Не знаю, будет это, как ты сказал, актуально. Актуально через неделю. Но, мне кажется, они обмениваются. Они как обезьяны говном друг в друга просто кидаются. И все. Кстати, скрин с браузера Vivaldi. Ну так, просто. Это что-то, кстати, странное. Но, вообще, ты думаешь, они говном обмениваются? Мне кажется, в Фейсбук, они вот даже не поняли, что сделали. Случайно это сделали? Ну, давай, давай, давай. Зачитай нам фактуру, и мы поймем, случайно это или нет. Фактура в чем? В том, что ты постишь ссылочку на ВК. На Фейсбуке на ВК. Понял, да? На Фейсбуке на ВК. И когда ты с Фейсбука начинаешь приходить на ВК, тебе говорят, а как бы ссылка вредоносная. Давайте-ка установим вам ПО. Мне кажется, именно когда ты сабмитишь ссылку, то есть вот там скрин есть, что в мессенджере даже нельзя постить. Не то, что даже в посту, но именно, когда ты жмешь Enter, типа, опубликовать новость или написать в мессенджере. Причем, давай для начала вернемся в Slack. Там, хоп, ВК, ком, все, you can't post, бла-бла-бла, говно. Ссылка заблокирована, типа, беда. Проверьте себя. И самое главное, ты скачиваешь реально ПО некое на компьютер. Тут пока нет, тут просто ты клоул жмешь, и после этого тебе вот такое вот выдают. Что, а ты-ка, блин, не увеличивается. Сканон, клин. Ты-то, короче, это, запрещено Фейсбуком пользоваться, ты, скорее всего, зараженный. Ты вот-ка прочистись, и потом прийди, иди туда, где пил. Да, и причем тебя проверяют, естественно, ничего не находят на предмет ВК рекламы. Да-да-да-да-да. Да, и как бы, я не понимаю, подожди, а вот в Инстаграме как они это делают? То есть в Инстаграме я пощу ссылку, это где, в описании? А в Инстаграме единственная возможность постить ссылку, это именно в описании. Возможно, он просто ее сохранить не дает, я, признаться, не пробовал. Да, собственно, я телефон разбил, как я попробовал. Нет, так там же еще вообще, в принципе, в описании не очень со ссылками-то все. Там все плохо, по-моему. Ну там, еще раз говорю, в Инстаграме можно только именно в профиле вот эту одну ссылочку добавлять. Как они, ну, надо посмотреть, надо попробовать просто. Так вот, и опять же. Пишите в комментариях, если вы пробовали, как там это в Инстаграме происходит. Тоже проверяют айфон на вирусы или нет? Роэмру думает, что это все связано, знаешь, с чем? С тем, что до этого ВКонтакте и со своим вот этой, со своей новой штукой. Snapchat все хочется сказать. Ну, снэпстер. Снэпстер, да. Со своим снэпстером все там мутили тему, что нельзя было ссылаться на Инстаграм. Так нет, я тебе больше скажу. Они запретили ссылки на Инстаграм, чтобы ловился сниппет. И еще, ну, чуть ли не за год до снэпстера. Они реально эту войну начали год назад. Фейсбук только сейчас опомнился. Причем он опомнился так, что три дня назад запретил пользователям отправлять ссылки на сайт Телеграм. Тоже основанное право глупо. Они-то думали, что это все еще. Они думали, что это все еще оно. Потом Хобб сказали, что было ошибкой. То есть они не сильно разобрались на тот момент. Мне хочется посмотреть, кто вообще указывает перстом на это, что делать. Что сам этот, хотел сказать, Муленвек. Нет, ну, Цукерберг, ты, наверное, имеешь в виду? Может быть, и Муленвек, но его не слушают. Его просто как сумасшедшего городского воспринимают, когда в офис фейсбука приходят и перстом указывают куда-то. Ну, потому что, ну, реально, кто занимается вот этой штукой? То есть это же достаточно глобально? Я думаю, аппарат. То есть не то, что Цукерберг весь такой злой на троне сидит и кота поглаживает, какого-то тоже рыжего. Нет, я думаю, просто вот эта машина фейсбучная. У них есть отдел добренького пиара, который, ну, как бы... Добрый полицейский в фейсбуке. Да, отвечает за там добрую социальную рекламу, что фейсбук там ниггерам, инвалидам, трансгендерным помогает. А есть отдел злого пиара, где они мониторят там конкурентов своих и пытаются им как-то наговнить. И вот именно отдел злого пиара, он как-то решает, когда и что делать, и выкатывает эти действия. Я думаю, тут вот реально так. То есть не то, что один человек кто-то там тоталитарно решил. Это же фейсбук, это же Америка. Машина. Там нет ничего тоталитарного. Обама сам сказал, может быть. Да кого там? Обама точно так же все решает, как... Как Мулин Век. Да, ладно, уходим с РТ опять же. Ну, давай. Следующая новость у нас называется «Что Супер Марио научил нас про юзер-экспириенс?» И на самом деле автор вот такой вот старик, Ворд Эндрюс, он основатель какой-то дропбэк Вордс компании по юзер-экспириенсу. Работал с Sony, Intel, IBM, бла-бла-бла, там с NBA даже работал. Охренеть. Точнее, видимо, с Phoenix Suns, это, возможно, NBA команда, то есть он не со всей ассоциацией работал, а только вот... То есть он по юзер-экспириенсу, чувак? Да-да-да, чувак по юзер-экспириенсу, как ты понимаешь, достаточно возрастной. Вот как это принято говорить, возрастной. Вот он возрастной. Олди. Да-да-да-да-да. И он, говорит, я вот, типа, всегда любил Super Mario Bros. и Nintendo Entertainment System, которая в России у нас Дэнди называлась. Так, Дэндик. Да, Дэндик, что он там даже там продал книгу Звездных Войнов или там фильмов, чтобы, типа, купить. Но это он бла-бла-бла, 10 тысяч часов он говорит, что он наиграл в неё. Я не знаю, насколько это вообще возможно. Ну, допустим. С условием того... Ну, он много лет живёт? Ну, я просто, я когда смотрю у некоторых знакомых в Стиме, там, тысячи часов наигранных в Доту, мне дурно становится. А чувак 10 тысяч в Марио Бразерс наиграл, который можно пройти спидраном за 15 минут. Ну, кстати, да, в одну такую простую игру, да, это я согласен. Это реально, это страшно. Возможно, у него тут уже гумбо вместо лица, когда он дома маску какую-нибудь надевает. Ну, так вот, суть в том, что статья реально имеет под собой основания. Вот он... Начинаем, типа, говорит, с того. Самая первая сцена игры, Баузер, ну, то есть динозавр, да, вот этот. А может, давай скриншот из игры? По-любому нагуглим сейчас. Ну, давай. Ну, я просто знаю, что Супер Марио Браз... Это, я так понимаю, самый дефолтный, да? Да, прям самый. Вот тот, который мы с тобой прям не понимаем. Ну, вот такой там скриншот. Так, ну, тут нет ни дракона, ни хренона. Так вот, в том-то и дело. Я сейчас и хочу сказать. Это, знаешь, вот... Просто какая-то уже это... Я не понимаю, что это? Я тоже не понимаю. Ну, ладно, неважно. В общем, у него, у него был ролик, будто бы. Ну, окей. Где Баузер крал принцессу Персик, а её звали принцесса Персик, если ты не знал. Я вот помню. Может, летсплей тогда включим? Уже знаешь, я не знаю, но... И она просит тебя и Марио спасти её. И, типа, на самом деле, с точки зрения юзер-экспириенс, это очень круто. Вот ты только включил игру, а ты уже знаешь, что делать. То есть, это как, когда ты заходишь на сайт, и у тебя сразу есть одна огромная кнопка «Купить», и ты уже знаешь, что делать. Вот тут примерно то же самое. То есть, и он говорит, типа, этот экспириенс повторяется на протяжении всей игры, потому что... Так, чёрт. А, ну, короче, ещё часы, то, что там на время, тебя ещё подгоняет туда-сюда. Он проводит аналогию. Мы не будем здесь всю статью читать, она достаточно длинная. Почитайте, она интересная. Я тут на трёх буквально штучках остановлюсь. Из-за того, что тебе постоянно часы подгоняют, и уровни начинаются вновь и вновь, это напоминает экспириенс e-commerce, когда ты что-то купил, тебе на почту приходит спасибо, и, кстати, вот тебе купон на следующую покупку. Потом запрограммировано, что через 2-3 дня тебе приходит спецпредложение только для тебя, которое заканчивается через 2 дня, часы запущены, и у тебя, типа, ты вновь и вновь в этом колесе крутишься и спасаешь принцессу, грубо говоря. И он говорит, вот, типа, есть карты левелов в новом Super Mario Bros. Уже 3D какой-нибудь? Ну да, да, именно на Nintendo 3DS. Я хотел бы открыть его в Safari, но не могу, по той причине, что мне нужен макромедия Flash 8. Понятно. Всё ещё макромедия, понимаешь? Они чё-то... Не то, что Adobe Flash, а всё ещё макромедия, они в каком-то космосе прибывают. Вот, тут есть вот такое приложение. Отлично. И чё ты хочешь сказать? Здесь есть Worlds. И тут, типа, миры. Из-за того, что нам вот здесь вот так показано, куда надо идти пошагово. Так. Это, типа, очень крутой UserXP. Да чёрт, я сейчас звук выключу на телеке, потому что это невозможно. А он у нас пишется или нет? Он не пишется, но, мне кажется, микрофоны его улавливали чуть-чуть. Так вот, из-за того, что нам видны вот эти уровни, мы сразу знаем нашу конечную цель до продукта. То есть, это, знаешь, есть иногда процессы регистрации или авторизации, или заполнения профилей. Там сверху тоже есть такая тайм-лента, где написано, сколько ты заполнил, и куда тебе ещё там надо нажать, чтобы заполнить. Это тоже очень крутой UserExperience. Ну, яс. Нет, это всё понятно, всё замечательно. Я просто пытаюсь придумать... У меня аж iTunes Store вылетел от этого. Пытаюсь придумать такую же какую-нибудь очень простую. На Dendy же много таких простых игр было. Contra. Спасти всех от пришельцев. Но, понимаешь, там до самого последнего момента ты не знал, что это пришельцы. Ты высадился во Вьетнам, а оказалось, что ты не просто там с корейцами воюешь, а оказывается, что корейцы это пришельцы, и вообще досвидос. Ну, я согласен. Майо, он как бы такой, да. Потому что вот Танчики, это уже не то, это, конечно, всё не то. Да, Battle City, это тоже там Castlevania, Chip & Dale, это обычные платформеры. А Марио, это именно вот такой глубокий UserExperience платформер. Вот так вот. И он ещё говорит, типа, show, don't tell. Вот такой девиз. Показывайте, не рассказывайте. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот так на русский переведём эту идиому. Он говорит о том, что вот нету никаких инструкций. Ты начинаешь первый уровень, у тебя сразу есть блоки с вопросиками, ты их пробиваешь, и монетка появляется сразу же около вопросика. То есть она не просто у тебя сверху на вот этой панельке там со статистикой прибавляется монетка, она тут же появляется, и это вот Power of Proximity. Сила близости, так сказать? Отлично. Что вот ты, грубо говоря, какое-то действие произвёл, и следующее действие тебе вот тут же в кучке, прям вот ты понимаешь, что вот оно тут, тебе не надо взгляд никуда отводить. Здесь он приводит, на самом деле, ссылки на конкретный пример, что вот на авиалиниях Southwest Airlines, когда ты заказываешь какой-то рейс, тебе нужно вот здесь нажать «заказать», и вот тут вот внизу экрана кнопка там «далее». То есть это бесит. Тебе нужно отводить глаза и как-то так. И за счёт этого вот Power of Proximity очень много плагинов, мы в паблике даже выкладываем, которые, эти подсказочки всплывающие, вот ты навёл, и у тебя хоп, вот так вот всплыло такое окошечко, прям отсюда, даже стрелочка из него показанная, вот это самый лучший юзер-эксперенс, потому что хоп, всё в кучечке сразу. Такое компактненькое, прям вот тут хочется сразу нажать и узнать. Вот это из Марио. Монетка сразу же подпрыгивает прямо над вопросиком, и это очень круто. И так же самое здесь вот про грибочек. Что вот хоп, только игрок попробовал грибочек, и забрало его сразу. В общем, у автора Марио головного мозга. Да, да, да. И типа что сразу понятно, а, тут типа сразу поощрение, понимаешь? Что вот ты коробочка, и сразу открыл, и сразу поощрил. Это, мне кажется, вот сейчас активно используется, это ты должен, кстати, нам сказать, в современных там мобильных играх, каких-нибудь браузерах, что ты вот берёшь бонус, и тебе сразу же в этом же месте там красочно коробка открывается, и тебя сразу поощряют. Здесь, видишь, pay-off. Сразу же, если ты хоп открыл, поощриво. Это аналогия к тому, что ты, если вдруг зашёл там, допустим, на страницу AdSense, тебя потом Google по почте задолбает купоном. Типа, вот, держи купон 3000 бесплатно тебе на AdSense, если ты потратишь ещё там 3000. То есть пробей блок, получи грибочек сразу же. Вот ты зашёл на AdSense, на тебе сразу бесплатные 3000, только не уходи и иди дальше, грубо говоря. То есть вот это оно. Потом здесь дальше написано constraints are your best friend. То есть ограничения, которые вообще, типа, существуют, они, на самом деле, неплохи. И говорят о том, что есть такая элегантная хреновина, как то, что ты назад не можешь пойти в Марио. То есть ты же не можешь вернуться. Если ты экран чуть-чуть продвинул, то ты назад уже не можешь вернуться. И типа не жалей ни о чём, всё хорошо. Дальше там покупай туда-сюда. Тебе уже сразу же предлагают разные варианты. И даже с учётом того, что там есть уровни, где ты можешь спуститься в трубу, пройти кусок трубы и выйти, ты уже полуровня просрал, грубо говоря. Потому что ты в трубе там выходишь обычно почти к самому концу. Ну да. Но зато ты много монеток получил. Ну, кстати, да, там уже бонусно. То есть тебе сразу дают ветвление, выборы там туда-сюда. То есть я не знаю, с какой это аналогией, на самом деле, провести. Блин, ну это то же самое. Или ты купишь... Или ты, если ты просто по уровню, да, идёшь просто не спускаясь в трубу, ты просто купишь без скидки несколько там каких-нибудь товаров, да? А так ты спустишься в трубу, купишь со скидкой, там, купи сейчас, позвони сейчас, там, и т.д. И т.п., купишь это, и у тебя будет бонус. Типа, ты похрену, что ты не купишь там те предметы? Ну да, 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 может быть, может быть. Тут вот он рассказывает про какой-то сайт Trunk Club, и о том говорит, что если ты заходишь туда и даёшь какую-то информацию о себе, грубо говоря, ты пропускаешь, да, чё-то, но тебе на основе этой информации суперрекомендуемые товары дают. Прям вот ты там родился в Небраске, и тебе сразу плуг какой-нибудь там, или телегу для сена дают просто, и всё. Да, да, сразу её продают. То есть, грубо говоря, тут сразу тебе очень чётко всё дают и т.д. Но тут очень много ещё разных примеров, и мне очень понравился пример с меню. То есть то, что у тебя вот эта земелька, да, то есть кирпичики снизу, и кирпичики сверху, в данном случае с небом облачка, в случае с пещерой реальной кирпичики, они тебя ограничивают, и ты за эти границы уже не смотришь. И поэтому у тебя вот эта навигация, которая сверху, сколько у тебя монеток, времени, она тебя не отвлекает. Ты на неё почти никогда не обращаешь внимания, потому что есть вот эти крутые границы. И то есть на самом деле нужно ограничивать людей. Да. То есть навигацию ограждать какой-нибудь линией, чем-то визуальным, чтобы на неё меньше было внимания. Но человек, пользователь по-прежнему знает, что она там есть, он точно знает, где она, если проведена чёткая граница, он знает, что я всегда могу за неё заглянуть, посмотреть, когда мне надо. Но от основного контента меня это не отвлекает. То есть вот такое ограждение основного контента, это очень правильно, и всему этому нас учит, казалось бы, детская игра. Майо. Да. Брозер. Пишите в комментариях, если вы пошли и приняли что-нибудь после этой новости. Грибочков, например, или черепашку. Черепашку, да. Там на самом деле он ещё рассказывает про разнообразие. То есть, грубо говоря, я сейчас просто вспомнил, что в Марио есть много разных уровней типовых. То есть все уровни типовые. Сверху и снизу ты ограничишь, тебе надо идти вперёд, ты собираешь монетки, тебе надо успеть. Но есть большое разнообразие. То ты на поверхности, то ты внизу, то ты под водой, то ты в замке, то ты на больших грибах, где из пушек стреляют. То есть, в принципе, из-за того, что паттерн очень похожий, у тебя мозг каждый раз не продумывает, что здесь надо делать. Но из-за визуального разнообразия и небольшого разнообразия типа черепахи уже не только ходят, но и прыгают или летают, у тебя уже создаётся впечатление, что всё дико разное, что игра прям суперкрутая и 10 тысяч часов потом мне навигировать просто и всё. Как в дотан. То есть, заметь, да. Мне это напоминает концепцию постформатов в WordPress. То есть, грубо говоря, у тебя всё посты, но в зависимости от того, какой постформат, там, видео, аудио, у тебя там в шапке подгружается или твой видос, или аудиотрек, или просто хотя бы цветом рамка меняется у поста, у тебя уже такое ощущение, что сайт это такая хорошая ёлочная игрушка, но из-за того, что как бы консистенси по блокам, по их форме и по их количеству сохраняется, меняется только чуть-чуть презентация, у тебя в башке всё прям тебе приятно. Это, знаешь, как симметрия, которая от природы приятна человеку, вот здесь примерно то же самое. Смотри, как мы в середине, прям такая тема мощная вообще была. Я прям, хочется сразу стихи какие-то писать на эту тему, как-то к творчеству побуждает. Ладно, переходим дальше. Но мы продолжаем, кстати, практически про юзер экспириенс, дальше у нас следующая тема. Я так понимаю, ты опять же это взял с какого-нибудь веб-дизайнер-ньюс? Наверняка. Такой сайт, потому что developer town. во-вторых, громкий заголовок, там же много громких заголовков именно в этой рассылке на этом сайте используется, чтобы как раз зацепить. Ну да. Короче говоря, здесь пойдет речь о меню, которое мы все используем. Вот просто все используем. Казалось бы, почему мы его здесь используем? Потому что в Bootstrap'е есть и в Foundation. Да, кстати, да. Кстати, да. Но тут, понимаешь, здесь вопрос курицы и яйца. Что было первое? Вот то, о чем ты нам скажешь, что в этой статье или во фреймворк? Мне кажется, во фреймворке их добавили уже вот под давлением того феномена, о котором ты сейчас скажешь. Ну вот, кстати, я не знаю. А как тогда изначально придумал? Ну окей, ладно. Здесь есть реальное интервью с чуваком, который это придумал. То есть фактически это проект спецслужб, грубо говоря. То есть это полностью вымученная, придуманная, так скажем... Технология? Ну не технология, единица экспириенса. Experience Unit. Объект? Ну да, да, да. О котором прям... Заголовок такой. Самая узнаваемая штука на планете. На планете, да. Гамбургер меню. Ну вообще, тут, знаешь, такое предисловие. Типа что, Apple нам говорит, что, ну вы типа можете это использовать, да. Google Material Design вам говорите, ну как бы да, но нет. Практически вот так все мнутся, короче, типа что, вот. Но на самом деле они здесь сделали опрос среди 25 чуваков participants. Причем gracious participants. Да. Не абы каких. Не абы каких, да. И установили. И установили. И можно сразу же перейти. Вообще, тут изначально написано, что гамбургер меню используется в основном, естественно, там в приложениях на телефоне, там в каких-то в мобильных сайтах. В приложениях, типа там Facebook, Google Apps и так далее. Но и стали, естественно, использовать теперь еще и на десктопах. Да. Вопрос у них, вот их исследование звучит так. Меняется ли поведение пользователя, если он видит гамбургер меню и иконку на десктопном сайте по сравнению с обычным меню? То есть здесь именно если вдруг у вас на десктопном сайте есть гамбургер меню или обычное, то есть вот, например, Horizontal. Horizontal. Horizontal navigation menu. Да. Да, я вот, например, в том шаблоне, который когда-нибудь будет на YouTube Design, если я вот таки доделаю, хотя я его уже год делаю, там есть в админочке прям вариант включить мобильное меню на десктопе. И там всегда на десктопе будет гамбургер меню. Угу. Но есть и Horizontal. Есть и Horizontal, да. Отлично. Ну вот, короче, я не знаю, давай, чтобы для наглядности проследуем сразу к картиночкам, что там эти participants смотрели-то и что, как они отвечают. Я просто, опять же, говоря о фактуре, здесь вот цитата создателя, а есть такой Norm Cox, который создал гамбургер меню. Так. Он говорит, я изначально символ задумывал как контейнер для всех выборов контекстного меню, то есть, грубо говоря, как правой кнопкой кликнуть, все, что вот там есть, оно в гамбургер меню лежит. Угу. А сейчас, в основном, мы используем это для всего того, что не вместилось, грубо говоря, в меню, все остальное в гамбургер меню лежит и он, видишь, задумывал, чтобы это было прям как дорожный знак, чтобы в любой стране ты это видишь и сразу понимал, что вот там-то будут все оставшиеся там пункты меню, туда-сюда, там можно все посмотреть. Не, так и есть. Он добился, на самом деле, результата, то есть, несмотря на то, что нас все отговаривают использовать гамбургер меню, даже батя мой, мне кажется, уже отлично понимает, что это значит. Ну, причем вот так вот, если даже сейчас, вот несмотря на это, просто вот ты видишь три палки, да, горизонтальные, что ты думаешь, это типа список? Смотри, какие три горизонтальные палки. Ну, то есть, реально, то есть, это как бы типа список, строчки такие маленькие. Это типа убористый список. Или ты видишь сразу гамбургер, представляешь себе, что это будет кусочек хлеба, это кусочек котлеты, это кусочек... Нет, список. Список, да, ну вот, вот-вот. Значит, короче, прошли испытания, 25 чуваков, и здесь есть, как они двигались. Именно, видишь, здесь у них какой-то, ПО стоял, который отслеживает, как глаза двигались. там как-то гениально, они, да, как-то гениально это смотрели. Есть у нас скрин с гамбургером, слева. Да, вот он. И справа с horizontal. И, и, а может horizon, кстати, horizon? Нет, ну horizon, bring me the horizon же у нас. Это понятно, но это вопрос, вот, это точно вопрос там акцента. Где-нибудь в Мичигане говорят horizontal. Ну, я из Мичигана, если честно. Короче, в общем, как мы видим, на гамбургер меню сильно смотрят. Вот прям смотрят на него. Ну да, во-первых, сильно смотрят, во-вторых, они говорят о том, что когда видят гамбургер меню, пользователи смотрят по вертикали, то есть вертикальными такими кусками, когда видят horizontal, или горизонтальными кусками смотрят, и этого у них реально не отнять. Кстати говоря, говоря о user experience, вот этот паттерн, который классический, что все смотрят по букве F, он прям вот подтверждается на 100%. Я прям доволен. Ну, подожди, стой, не уходи быстро, давай еще раз вверх, смотри, очень сильно смотрят на search, так скажем, и посмотри, как сильно на search смотрят и там, и там, то есть, но вот именно там, где horizontal меню, да, горизонтальное, там сильно смотрят на search, и уже не сильно смотрят на менюшку. То есть, как бы менюшка, ну да, пункты окей, но мы скорее уже будем в поиск заходить там, и короче, они тупят, вот с этим горизонтальным меню, они начинают как-то тупить, и им уже быстрее бы получить результат, короче. Я невозможно уже просто на страницу устремляюсь, потому что здесь вот, видишь, прям большое пятно на странице, тут оно чуть-чуть поменьше, все увлеклись менюшками сразу. И там чуть ниже написано, что чуваки почему-то сильнее доверяют, когда есть гамбургер меню, им кажется, что это прям вот стопудовая тема. Но, когда есть горизонтальное меню, люди быстрее реагируют, здесь написано. Ну блин. Они быстрее что-то жмут, все, это такие люди легкого поведения, так называемые. Когда гамбургер меню, это прям такие, они сразу превращаются в серьезных людей, вот видишь, здесь нам показаны области, на которые смотрят, когда используется гамбургер меню. Ну соответственно, раз мы понимаем, что гамбургер склоняет людей, так скажем, смотреть по вертикали, значит, если ты у себя расположишь еще какие-то элементы по вертикали, это будет удобнее юзерам. Такие тебе нужны списки. То есть вертикальные списки примерно одной длины, так скажем, реально, они сразу воспринимаются. Хочется искать какой-то... Это, кстати, мне теперь еще и напомню, это, грубо говоря, экран телефона. Я думал, что я маю это напомню. Трубы. Да, трубы и грибы. Видишь, экраны телефона. Ты, грубо говоря, сразу хочешь именно вот в рамках узкого чего-то просто смотреть по вертикали и вот так вот. Ты сразу, грубо говоря, парсишь экран вертикальными кусками. А когда у тебя горизонтальное меню, ты сразу как вот в такие стерео очки смотришь, просто вот перед собой. Да, кстати, да. И все. То есть меню тебя настраивает. Как ты будешь изучать страницу? Настраивает патисипентов, по крайней мере. Меня охренет. Грейс сейчас патисипантов. Да, да, да. И на самом деле они говорят о том, что в зависимости от того, какого ты хочешь добиться эффекта от своей страницы, грубо говоря, от своего сайта, если у тебя горизонтальный контент расположен, то тебе выгодно использовать именно горизонтал меню. А если у тебя какой-нибудь лендинг, где справа картинки, а слева текст, то ты используешь гамбургер. И все этот текст воспринимают очень круто, а картинки как бы так смотрят и хрен с ним. Ну вот. В общем, поэтому здесь ребята дальше начинают подводить итоги, что в принципе-то гамбургер меню-то намного круче. И оно используется на многих сайтах сейчас. На мобильных, естественно. Подожди, давай подумаем. То есть, если... Ну, на мобильных окей, окей. На мобильных ты гамбургер видишь и так и смотришь по горизонтали, по вертикали. А на десктопах все-таки все еще под вопросом. Ну, вот они здесь пишут о том, в зависимости от какой у вас сайт, то есть, какие... Если у тебя новостной сайт, то тебе важно, чтобы все вертикально смотрели заголовки. У тебя там гридом расположены новости здесь. Знаешь, как если мы вот сейчас на Roam.ru перейдем? У них там горизонтал полный. А из-за того, что у них горизонтал, люди вот эти вот столбики хуже воспринимают. Они только вот рекламу горизонтальную сразу воспринимают вслед за меню. Возможно, этого и хотели добиться. А это у них хищ столбиками. Им бы гамбургер-меню больше подошел реально. Люди бы вот это сразу парсили, как колоночки, грубо говоря. И вот бы этот баннер замечательный. надо им писать тогда, похоже. Да кого? Тут у них, кстати, есть вот область пользовательская. Вот, возможно, мы бы сюда попали. Два идиота из Челябинска указывают нам, как вести бизнес. Да, вот такой бы заголовок был. Ну, смотри, там еще, кстати, чуваки писали про The Search, что очень многие люди на сайтах боятся, что, ну, особенно американцы, скорее всего, они боятся, что они начнут серчить у тебя на сайте, а будут искать по всему интернету. Не понял. Ну, то есть, ты в серче что-нибудь вводишь, да, в поиске, и будет искать не только по сайту, но и сразу в Google полезет, и будет искать все по Google и вообще по всему. То есть, там чуваки именно вот этого боятся почему-то, используя поиск. Это я не знаю, к чему я просто как бы это читал все. Не, ну, это тоже как бы к нашему такому юзабилити блоку. То есть, есть вот экономический блок, силовой, а есть юзабилити блок вот у нас в подкасте. Да. Кстати, с экономическим блоком мы уже тоже закончили, остался силовой. Это новости от компании Apple. Отлично, давай. Хотя, какая там сила уже, такая радужная сила, назовем это. Такая мужская сила, как бы, которую надо поддерживать. Ну, у них, мне кажется, у этих ребят... У них уже не мужская сила? И там, да, не знаю. Горизонтал меню сразу горизонтальная реклама. Отлично. Все понятно сразу. 60 новых изменений и скрытых функций iOS 9. Что, прям все 60 будешь читать? Нет. Я пройдусь по таким, которые мне больше всего запали в душу, а были и такие. Например, апдейт весит всего 1,3 гигабайта, а iOS 8 весит 4,5. Отлично. Это отличное изменение. Кстати, iOS 9, если вдруг ей даже 1,3 гигабайта не будет, она возьмет, выпилит приложения, которые ей мешают, сохранит их данные, обновится, после этого накатит заново приложение с данными, сохраненными, и ты даже и не заметишь, что у тебя на самом деле не было 1,3 гигабайта. Она все равно тебе навяжет свое обновление и все будет круто. Ну или не круто. Отлично, ну. Проактивность. Это был один из их девизов в операционной системе, умная Siri, более умный Apple Pay, более умные карты, клавиатура, заметки и так далее. Что касается проактивности, то есть оно более догадливое, короче говоря. Например, если вдруг у тебя в почте где-нибудь фигурировал какой-то номер телефона, но он у тебя в телефоне не записан. Допустим, ты общался со своим будущим клиентом сначала по почте, а потом он тебе позвонил, но ты его еще не удосужился записать. Тебе iPhone предложат, возможно, это John Appleseed, потому что именно в его почте, в его подписи был этот номер телефона, он спарсил это и говорил, что скорее всего тебе это он звонит, чувак. Не пугайся, что это госнаркоконтроль. Возьми трубку. Охренеть. Хоп, это госнаркоконтроль под именем John Appleseed. Они-то все равно где угодно найдут. Play the music you want. Вот эту штуку я испытал прямо на себе. На самом деле, когда вот прошла-то презентация Apple, да, полторы недели назад уже, мы неделю назад с тобой обсуждали, все сразу кинулись говорить там, что новое в iOS 9. И я, во-первых, что-то приуныл, говоря языком мемов, потому что я уже так давно поставил, я первую бету еще разработческую накатил, что для меня это настолько все уже было не в новинку, что я уже, мне уже радоваться нечему в жизни было. Я пожалел, что я вот весь этот экспириенс раньше познал. Я не смог разделить с людьми вот эту радость новинки. И я уже даже в большинстве своем и забыл, что там есть такие крутые фичи. Так вот, включить музыку реально работает. То есть, объясню как. Я сейчас, в принципе, редко по городу перемещаюсь пешком. Так уж получилось. Но когда я это делаю, выхожу из дома пешком, обычно это в магазин. У меня, я доставал телефон и там снизу появлялся такой значочек iTunes'а, прозрачненький. Вот камера справа снизу появляется, а iTunes слева снизу появляется. Его можно также поднять, и та музыка, которую ты обычно включал, выходя из дома, он тебе реально прям этот альбом откроет, и тебе только play останется нажать реально, он понимал. Охренеть. И это круто, я даже это использовал. Ну вот это вот новая менюшечка в Siri, она прям еще умнее будет, которая слева. Точнее, она вообще, это же только она появилась в iOS 9. Вот опять же, я об этом говорю как о само собой здесь нет, наскрине не ищи. Но там, вот где этот Spotlight поиск раньше был, налево вот так сдвинул, там сразу есть типа приложение, которое ты чаще всего открывал, люди, которым ты чаще всего звонил, это можно в один клик все сделать очень быстро, очень удобно. Так, это всякий бред, всякий бред, всякий бред. Siri, кстати, теперь ищет фото и видео, можно сказать просто покажи мне видео там из Москвы. И если геопозиция была, то он тебе откроет именно тот альбом, где по геопозиции отсортирована только Москва. Или там какой месяц, допустим, там же по месяцам, по годам. Да, да, то есть и по месту, и по временному контексту тоже есть. Кстати, вот этот Spotlight, который я обычно весь отключаю, нахрен, я теперь его включил, но просто потому, что он реально удобный, можно просто начать писать там РТ, и там сразу будет и приложение РТ, и сайт вот так выпадет, все, что хочешь, только нажми и будет. Жмешь погоду, он сразу показывает тебе погоду в том месте, где ты находишься, погоду не пробовал. У тебя, кстати, оно между ноутбуком синхронизирует или нет? То есть, если ты введешь, ты смотрел это на телефоне, допустим, а потом начинаешь это вводить на ноутбуке. У меня вот видишь, здесь Челябинск, Москва. И это ровно те два города, которые у меня на телефоне добавлены в погоде. То есть виджет погоды синхронизируется. Ну понятно. Это факт. А что ты меня спросил, я не понял. Ну в смысле Spotlight. У тебя же тоже есть Spotlight на ноутбуке? Да, и на ноутбуке я его тоже весь выпилю. Я просто не успел. Я хотел, искренне хотел как-то это, ну, по-человечески сделать, но не знаю. Надо попробовать. На самом деле, 30 сентября или когда-то там официальный релиз Эль Капитана, я буду писать обзор. Ты подожди, это еще не было, что ли? Официального релиза все еще не было. Сейчас Golden Master версия. Ушла на золото, будем говорить, но официального релиза все еще не было. На самом деле, уже можно снимать, положая руку на сердце, но как бы новостной бум, я так понимаю, будет именно тогда, когда будут вот эти заголовки, там, вышла новая, там, суперинновационная версия ОСТМ. Убийца. Вот там и я подсуечусь с роликом. Может быть, я заранее его запущу за неделю, но только тогда в пулю, не знаю, это, я подумаю. Я еще, я такая ветреная, да. Небольшую математику можно в этом спотлайте делать, звонить, просто имя писать, тебе сразу высветиться, то есть, но это на самом деле надо все пробовать, поскольку, повторюсь, разбил телефон, не могу. Мультитаскинг новый стал. Ну, кроме того, что на iPad'е теперь можно два приложения одновременно открывать, на iPad Air 1 можно открывать одно, потом, хоп, открыть второе, чуть-чуть сделать и вернуться в первое. на iPad Air 2 можно реально два одновременно использовать. Вот такой вот зажим они сделали для того, чтобы покупали новые iPad'ики, хотя, кстати, теперь в iPad Pro тоже, скорее всего, вот это работает. Так там еще, ну, такой здоровый. ты стилусом можешь вот это что-нибудь управлять, хотя до сих пор не ясно, ну, потому что еще не вышло, как поможет стилус в обычных приложениях? Никак, я думаю. Можно ли им будет скроллить, именно как вот в коммуникаторах старых? Да, блин, зачем это? Вот это уже извращение. Это то, что Стив Джобс говорил, нам не надо стилус. Ну да, но вот попомни мое слово, а вдруг будет? И что сделаем? Не знаю. Клавиатуры новые добавили в iPad'е, я так и не разобрался и как-то мне похрен. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, новые эмоджи. Кроме флагов добавили fuck you. то есть вот это. Карты сделали, теперь ближайшие места показывают и общественный транспорт. В Челябинске не работал тогда, когда я пробовал. А эту же хрень, кстати, отменили, которая, знаешь, ты открываешь диспетчер задач и у тебя сверху звонки быстрые. Да, 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 да. То есть никто не пользовался по юзер-экспириенсу посмотрели походу. Причем здесь будет картинка вот этого нового мультитаскинга, сейчас дойдем. Новые заметки, можно добавлять чек-листы, картинки, этого реально не хватало. Теперь многие люди, я думаю, снесут свои какие-нибудь оверноуты. Кстати, об оверноуте, тут недавно была новость на... Я так понимаю, этот Сукерберг позвонит, только они как-то переехали на VC.ru и тут у них просто уже какие-то там бизнес, бла-бла-бла. Оверноут первый мертвый единорог. То есть тут чувак, сейчас здесь нет его фотки, какой-то хрен прогнозирует, что Оверноут загнется в этом году и что вообще полное говно, хотя сам Оверноут еще об этом не подразумевает. Чего он такой вдруг высрался, не знаю, но тут очень лонг рид, очень много всего. Я как-то думал это... И тут реально какие-то бизнес, что у них там акции падают, что там все, конец там все, что там инвесторы поняли, что нет смысла в них денег, ну там какой-то чувак заморочился, да, 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 возможно просто завидует. Неважно, сейчас это к нам не относится. Можно теперь, кстати, любую хрень, допустим, даже ссылку нажать и сохранить и в заметки отправить. Прямо там будет рич сниппет, то есть именно ссылка, подпись там и так далее, картинка. В почте все круче стало бла-бла-бла, не пользуясь. iCloud Drive. iCloud сделали в полноценное облако, где можно просто файлы хранить, как облачная флешка, будем говорить. Этого не было, между прочим, до этого. В L-капитане, кстати, тоже здесь синхронизируется, отвечая на этот вопрос. Новый Apple Pay, бла-бла-бла, похорена. Battery Management. Режим низкого потребления электроэнергии реально работает у меня. С одного дня до двух дней iPhone становился лучше работать. Но там практически никаких уведомлений не было. Он почти все пуши отключает еще. Но всякие базовые, типа там, Телеграма, Твиттера и телефона, все это работало из сообщений. Face Down Detection не знал, а вот только тут прочитал, если повернуть экраном вниз телефон, ну и положить на стол, то есть не просто, чтобы именно сенсоры близости так скажем сработали, он выключит экран. Ну, когда ты к уху, если ты разговариваешь, к уху подносишь. Уху, а мне куклу показывают. Ну, какую ты куклу поворачиваешь лицом вниз. Как куклу поворачиваешь лицом вниз, она тоже закрывает глаза. Да, да, показывают, что вот этот экран добавили. Я, кстати, тоже вот, когда сегодня готовился к подкасту, читал новость, не знал, что только тут добавили. Я уже привык, что можно зайти посмотреть, какое приложение за последние 18 часов сколько процентов батареи отожрало. Ну, чтобы вопросов не возникало. У меня, кстати, 80 процентов отжирал Телеграм. Ну, видишь, я так понимаю, ты же сидишь в нем. Не факт, даже нет. Из-за того, что у нас есть чатик YouUpDesign, он постоянно пушит. Ну, да. Даже если ты уведомление отключил, в значочек-то они собираются, он все время что-то подкачивает. Ну, это досвидос вообще. Угу. Так вот, новое приложение подкасты, которое подстраивается под цвет, реально, у нас YouUpDesign желтый был. Ура. Причем нормально желтый, песочно желтый. А что? Вот он, новый мультитаскинг, теперь вот такой, без вот этих вот звонков, которыми, как ты говоришь, никто не пользовался, но они теперь слева есть. Понятно, в общем. Причем мне даже и понравилось, то есть, ну, не знаю, по-моему, это круто. Так, здесь все остальное бред, вот есть бонусные фичи. Во-первых, можно кастомизировать ассистив тач. Внимание, то, чем мы с тобой пользуемся, то, что верхняя кнопочка не работает. Оставить одну кнопку? Да, да, только заблокировать. Я вот в себе кастомизировал. Давно пора, вот давно пора. Потому что другим-то людям, которые реально, им нужен ассистив тач, они-то там. А им, возможно, вся та хрень тоже реально нужна. Всякие там, вызбранные добавят, жесты добавят. Я не хочу знать. Я тоже не хочу знать. Почему и как? Суть в том, кстати, я когда читал, ассистив тач очень пользуют азиаты, даже у кого рабочая трубка, и просто почему-то это в прикол. Прикалывает? Просто это в прикол. Дополнительная функция? Не знаю, да. И у них реально, я видел скрины ассистив тач, вот там по дефолту 6, что ли, да, этих обычных таких шучек. Ну, ну. Вот у них там максимально 9 или 12. Они максимум впиливают. Можно? Они максимум впиливают. И в нем, в каждом еще под, грубо говоря, меню. Ну, я не знаю, зачем они это делают. Короче, они по старокрафту, они сразу управляют. Микроконтроль. Да, да, возможно, микроконтроль. Так вот, можно менять теперь шрифт в ридере. То есть, вот как тут в... Вот, видишь, появилась вот поменять какой шрифт. Вот это в самом телефоне тоже теперь есть. Хоп, Сан-Франциско сделал, все. Опа. Ахренеть. А как русские какие, что? Когда русская статья будет, наверное, будет. Давай сейчас зайдем, знаешь, куда? Так. Так, черт, почему? Russian. Будет там Skype назвал плечи. Есть здесь ридер или нет? Я причем сейчас очень боюсь, именно боюсь прям животных, с ракованей, что не будет. Есть, да? Вот русский Сан-Франциско. И это, по-моему, не он как-то неправильно. И это, конечно же... Можно ночной режим включить сепи. Ну, мы, по-моему, с тобой... В ночном режиме Russia RT читать. Ну, это страшно. Я причем не пробовал. Здесь же на... У меня на ноутбуке тоже есть сенсор яркости. Будет он ночную тему включать по дефолту, когда я... Ну, хотя нет, здесь нету триггера авто. Ну, кстати, да. Но было бы круто. Times New Roman можно включить. Сразу диплом сдавать. Сразу сдавать. Просто эту статью и все. Так вот, звонки по Wi-Fi. Теперь не обязательно, чтобы в Bluetooth у тебя телефон был. Он просто по Wi-Fi где-нибудь у тебя в чулане лежит. А на ноутбук все равно есть звонки. А я думал, так по Wi-Fi было сделано? Нет, надо было, чтобы близенько было. Да? Да. Кроме шуток. Шести цифровые пароли. Это вообще бомба. Я сразу сделал шести цифровые. Ну, ты по китайцам, по японцам все использовал. Причем я никогда до этого даже не использовал пароль. И тут, когда я обновился, он мне предложил пароль, там вот эта кнопочка, типа, я не хочу пропустить, она появляется только спустя 5 секунд. И я этих 5 секунд не дождался. И я потом, только когда Батю уже обновлял, я увидел, что она таки появилась в тот момент, но я уже было поздно. Ничего было не изменить. А шесть цифр вводить, это же задолбаешься. Ну, зато надежно. Ну, да. Приложение новости. Я не знаю, сейчас вот, когда релиз основной вышел, может быть, добавили для России. Но когда было в Бете, было только в Америке и в Британии, вообще в двух странах. Не то, что там даже в Германии, а реально в Америке и в Британии. И этой иконки даже не было на русских телефонах. То есть, не то, что она появилась, но ты там заходишь и английские источники, как я бы, например, хотел просто экспириенс посмотреть, ну, и почитать то, что враги пишут. Так. А вот мне интересно, есть русская или нет. Пишите в комментариях, если у вас появилось, вообще как надо потанцевать с бубнами, чтобы появилось приложение новости. Ну и все, на самом деле. На этом все. Подожди, стой. Тогда подводя итог. Ну, давай. Мне кажется, минут 20 сейчас вот это смотрим. Ну, окей. Сейчас все все равно хотят узнать. А вот, допустим, помнишь, скачок между там iOS 5 и 6, там 6 и 7, вот 8 и 9. В смысле, процент обновившихся? Процент обновившихся, я имею в виду, насколько это, так скажем, новый шаг. Это маленький шаг. Это не хрена, они не сделали. Именно они сделали проактивность, что все стало быстрее, лучше, как L-Капитан по сравнению с Yosemite. Визуально мало чего изменилось, но допилили, дай бог всего. Даже лагать на моем Intel Iris, я имею в виду, встроенную видеокарту, перестало. Ну, вот, кстати, с Татьяной The Verge три часа назад. Apple заявила, что iOS 9 это самый быстро обновляемый релиз. Всего за пару дней 50% уже обновилось девайсов. Не, ну, удаляется твои приложения, ставится. Да, кстати, процесс обновления стал значительно быстрее, во-первых. А во-вторых, с Анюк нам или кто написал, что iOS 9 говно? Да. Потому что капсом. Да, но, кстати, у меня тоже эта проблема без силы. Я даже не знаю, в релизе ее победили или нет, видимо, нет. Ну, у меня вот вопреки всей этой хрени ошибку выдало сразу. То, что нет места. Реально. А, да? Да, у меня ничего не удаляло. У тебя видео даже удалить ничего не удаляло. Да, и мне надо этим заняться и все никак не... Там, знаешь, у меня типа 100 мегабайт свободно реально. И он что-то все у меня. Он не хочет жить со мной. Ну, видимо, у тебя уже даже не поможет ничего. Видимо, у тебя именно или фоточки, или видео, или музыка. Наверное, да. Вот что-то такое, что именно юзерская информация, которую он, ну, пока не уполномочен удалять. Ну, вот так вот. У нас же еще тема про Apple одна есть, да? Есть одна. Причем громкая. Причем громкая. Apple App Store взломали. Кстати, да. Я новость не подумаю, откуда с агентства Reiter предлагаю нам. То есть прям с новостных агентств. С врагов тысяч. Не, ну почему? Она уже такая. Можно вдруг русское включить. Ну-ка. Ну, нет, включить-то можно, но будет ли здесь эта новость, я сомневаюсь. Не Таньяху сообщил. Apple чистит App Store после первой серьезной атаки. Нашел. Блин, есть. Американская компания Apple вынуждена искать и удалять из своего приложения магазина приложений App Store вередоносные программы после первой серьезной атаки на эту платформу. В общем, грубо говоря, заразили компьютеры разработчиков. И они хакнутым X-кодом скомпилировали приложения. И вот те приложения, которые скомпилированы хакнутым X-кодом, их пришлось отлавливать и удалять. Нет, то я хорошо. А как они прошли, так скажем, премодерацию в App Store? А, видимо, там как-то вот этот вирус, кстати, называется X-код Гоуст. Призрак X-кода. Призрак оперы, да? Так вот, призрак X-кода, он как-то, видимо, аккуратно, он реально призрачный. То есть, премодерация же идет на контент и на опихи, которые ты используешь, на то, что ты там другой браузер никакой не подключил, там туда-сюда. То есть, возможно, на вредоносность Apple и не думала проверять, потому что они думали, что если ты X-кодом компилируешь, то все нормально будет по умолчанию. А вот нет. Ну, кстати, да. Ну вот обломались, да? А что вообще, это кто-нибудь на бабки попал из-за этого? Monogon не уточнил, как пользователи iPhone и iPad могут проверить, не заражены ли их устройства. То есть, мы, возможно, сейчас заражены, что ли? Ну, я вот, у меня, мне кажется... Evernote сейчас как раз. Скорее всего, это все против Evernote. Это тот чувак, который ту аналитику написал, он заплатил. Там причем сказано, что это китайские хакеры, почему не севернокорейские, мне интересно. Кого-кого. Или почему не сирийские, чтобы их сейчас разбомбить. Кстати, да. Непонятно. Тут картинка интересная, что картинка нам подскажет. Мужчина изучает iPhone 6 Plus в магазине электроники в Мумбаи 23 или 15 года. Хорошо, в Мумбаи. Там что, в Мумбаи есть еще телефон? Видимо, да. Возможно, это единственный. Это президент Мумбаи, блядя. Мэр, да. Не знаю. В общем, суть в том, что именно как бы ко всем людям, которые задаются вопросом, как же так? Apple и что-то взломали. Это у разработчиков взломали X-Code. То есть это не то, что именно App Store какой-то дырявый. Хотя, опять же, как ты говоришь, а что же при модерации? Ну, они, возможно, усиливают этот кордон, чтобы не проходило вот такое. Это знаешь, как если начнут часы взламывать с помощью ремешка. То есть как бы ремешок могут сторонние чуваки делать, грубо говоря. Да. А X-Code, это вообще Apple Инкорпорейт? Это Apple с кинк, конечно, конечно. Блин, ну тогда. Поэтому они не думали проверять, я думаю. Возможно, сейчас слово о заговорах, два отдела проверки в App Store. И у них урезают все финансирование. Да что вы там работаете? Все же нормальные прилетают. Потому что они говорят, ну давай. Сейчас я пришлю Evernote, X-Code паленый. Что будете делать? И посмотрите. И им сейчас сразу, и сейчас к Тимку приходят, блин, мужики, надо как-то тщательно брать. Они такие, ой, бежи. А что ты там не хотел нам увеличивать? И все, и сейчас бабки-то ручьем вот это делали. Прямо к жене этого. Начальника отдела проверки. Так что посмотрим. Возможно, к мужу. Да, кстати, возможно и к мужу. К сожалению, я не хотел как-то это все. Следующая тема. Следующая тема очень прикольная на самом деле. А здесь опять чуваки, вот какие-то говнари. Я согласен, да, вот именно говнари хочется слово использовать. Им почему-то именно это по анонимусам делают такие штуки. Не нравится новый логотип гугла. Причем настолько не нравится, что сделали два расширения, два плагина на самые популярные браузеры фо хором и фо сафари. Причем здесь гет именно со старой буковкой Г. Ну, они типа намекают. Чтобы сделать так, чтобы ваша гугл-страница гугл-ком была со старым логотипом, серфовским. Я вот планировал продемонстрировать прям в прямом эфире. Ты уверен, что тебя там снифернили? Мне, возможно, Xcode пропатчат просто какие-то. Вот Google Россия мы видим в том логотипе, который сейчас по брендбуку гугловскому используется. Я ставлю такое расширение. Ты прям на сафари рискуешь? Прям вот похрен. Ну, давай. Доверять. Да, все. Все. Включить. Ну-ка. Будет работать? Не работает. Может быть, надо браузер перезапустить? У тебя тут поди сейчас или без проблем? У меня нет проблем уже. Так, а ты давай в расширение зайди, может, у тебя он выключен что-нибудь там или как-нибудь. По умолчанию выключено? Ну, подожди, давай. Так, настройки. Решение нет. Включить. Bring back the service. А зайди на Google пом, а не на Rush. Обравление в ВК опт обновился. Нет, а зайди на com именно. Хотя он тебе переадрисует, конечно, на ру, но на всякий случай. Нет, мне кажется, если два раза зайдешь, он уже поймет. Вот, это был первый раз. Вот, перейти на Google.com. Так. Нет. Нет. А че? Возможно, у меня Xcode патчется в данный момент. В данную секунду. Ну, вообще, вот фав-иконка, надо отдать должное, я сейчас на Google.com перехожу, и там фав-иконка вот такая, серевская. Ну, че-то уже, видимо, не победить Google. Возможно, Google уже фикс сделали для этого расширения, которое я сейчас лучше от Глика отключу. Кстати, да. А то че-то как-то мне это не нравится. Ладно. Вот как ты думаешь, это, в принципе, вообще нормально, что люди такое хотят? Старый логотип. Нормально. Всегда любые изменения, они, я тебе скажу, находят противников своих. То есть, вот, например, сейчас Роспотребнадзор проверяет Ашаны. Есть люди, которые злорадствуют, которые, потому что они в семейных магнитах закупаются, например. И их, как бы, в принципе, не коснулась эта проблема. Как там вот это все либералы говорят, это сейчас вот пришли не за тобой, ты там молчишь. Потом придут за тобой, и никого не будет. Все. Понятно. Вообще, за Google пришли, я понял. Да, да. Так вот, всегда есть люди, которые чем-то не довольны. Ну, возможно, скоро здесь, как на Дзен Рус или Рус Зен, помнишь, да? Да, будет куча рекламы уже. Будет куча рекламы, просто авиасейлс уже и там что, баннер снэк. А, кстати, смотри, у них гамбургер-меню. У них вещь не гамбургер, у них шахматное меню, как кекс. Да, ну, оно в принципе... Ты просто посмотри, это же реально шахматное меню. Ну да. Это круто. Что будет там? Да там, выбирать обои, там... А сколько сейчас? Да тут все, валюта, золото, нефть там, досвиду. Что, 66? Удивляться, каждый раз. И залипнут здесь сразу. Уничтожено 676 тонн еды, например, здесь еще было. Именно сколько санкционных уничтожали, но перестали после этого статистику почему-то давать. Ну, ладно, не будем здесь залипать. Вот, возможно, здесь подобное. Появятся, чуваки просто пропиарятся. Захотели, посмотрим, удастся ли им это. Кстати, у них домен, так звучит, bringbacktheservice.xyz. Так. Как у гугловской старшей компании теперь APCXYZ. Это же теперь Alphabet. G is for Google. То есть, да, как-то еще все построились. Да, и последняя новость наша из силового, не из силового блока, я не знаю, какой это блок. Это уже какой-то слабовой блок, если честно. Я согласен, да. WordPress 4.3.1 вышел с security release, там добавили всякие эти фиксы для cross-site scripting как обычного уязвимости, бла-бла-бла, вон у них есть коды. То есть, никаких функциональных изменений, только дыры залатали. И на самом деле есть подписчики, которые пишут, просто у нас есть подписчики, во-первых. Хорошо. Есть подписчики, которые пишут. Так вот, есть подписчики, которые недовольны, что у нас стало мало про WordPress. И я вам скажу, что это даже не просто там рецессии, или как это называется, когда стагнация, все умные счастливы, бизнес используя, и медицинские, когда нигде нет новостей, черт, зачем я сюда зашел? То есть реально, ты же на 100 тысяч этих подписан? Я подписан на 100 тысяч этих, и все 100 тысяч этих молчат. Да, молчат, VP Tevern молчит, самое главное, потому что Сара Гудинг, авторша, она в декрете, а Джефф не справляется, один с работой контент-менеджера, я не знаю, когда Мулинвек им прекратит платить, перстом опять же придет, указывает им там, говорит, что мало, недостаточно, но реально, то есть нету никаких-то интервью с разработчиками новых темп, лагинов, вообще ничего нет, и в моих WordPress подписках остались всякие Elegant Themes, VP Mudev, именно Mudev, и они там везде, как на Dreamweaver, громкие загорловки, и в конце, ну вот только наши темы, только кастомайзером пользуются, да, 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 и все, и ты как бы сразу, блин, как-то даже не охота это обсуждать, полное говно, поэтому не обессудьте, но мне иногда кажется, что даже все в WordPress community, оно зависит от VP Tevern, может быть, скоро, и вообще в WordPress популярность пойдет только из-за того, что Сара Гудинг в декрете, она на ней все держалась, знаешь, как мужик это голова, а женщина это шея. Как на Жириновском партии. Да, он недавно, они же там, да это черт, была какая-то новость, что они там, сколько-то там не принимали участие, бойкотировали там, типа месяц, и вот они вернулись. Он тоже в декрете, что ли? Скорее всего, может он лечился где-нибудь в Израиле, и чтобы это не афишировать как Кобзону, пришлось как-то мыть, типа там это. Как у нас политический подкаст переросло. Потому что мы на РТ заходили слишком много сегодня. Понимаешь, это никуда не деть. Ну, а Бойку мы уже с тобой обсудили, поэтому будем наше классическое заклинание говорить, чтобы подписывались на канал. Но, кстати, перед этим напомню, что это был юбилейный выпуск Ювеб Дизайна. 52-й. Подкаста, да. 52-й. Для тех, кто подключился не сначала, хотя я не знаю, как даже технически реализовать подключение не сначала в подкасте, который не в прямом эфире идет. 52-й, потому что, юбилейный, потому что 52 недели в году. Вот такая вот загогулина. Час 15 получился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на нас в соцсетях, вконтакте, в фейсбуке, в твиттере, в инстаграме. Ставьте нам звездочки в айтюнсовском подкасте, пишите отзывы. Увидимся на просторах интернета и через неделю. Удачного всем дня. Пока. Пока. Пока.